В народе праздник Фёклы-Заревницы получил своё название за зарево от света, исходящего отовсюду. Уличные фонари в городах, костры в овинах, огонь в печах. В этот день жилища на Руси начинали топить. За предальницы же Фёклу прозвали за традицию прясть. Это обещало везение в хозяйских делах в будущем году. Помимо этого, в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. 30 октября в русской избе ребята провели обряды и обычаи на праздник Фёклы-Заревницы. Дети познакомились с музейными экспонатами – цепь и прялка, узнали, как мужчины молотили зерно, а женщины пряли и скудели нить. Вспомнили пословицы и приметы на осенние замолотки. Также ребята отгадывали загадки, что растёт на грядке, играли в русские народные игры, такие как верёвочка, узелок и яша. Детям понравилось сегодняшнее мероприятие, они узнали много интересного, познавательного. Понравилось детям очень играть в русские народные игры, которые уже, к сожалению, давно забыты. Детям очень понравилась история и традиции праздника. Они получили заряд бодрости и хорошее настроение. А в завершении мероприятия всех гостей угостили вкусным и ароматным хлебом. Мне понравилось мероприятие, мне понравились игры и угощения. По мнению организаторов мероприятия, приобщение детей к народной культуре является важным средством воспитания у них патриотических чувств и развития духовности. Отсутствие знаний делает человека равнодушным, а равнодушие разъедает не только памятники старины, но и души людей.